Я не мужчина и не женщина. И я не ощущаю себя как мужчина или женщина. Израильтянином ты себя не стал чувствовать. Нам очень в этом смысле повезло. Мы в России были никто. Я начал переход. У меня были бумаги, в том числе, допустим, я менял имя в 16 лет. Вообще, ты пацан или баба? Мы пошли и расписались. То есть это был протест? Мой отец очень серьезно сказал, что если ты проколешь ухо, то я тебе это ухо отрежу. Типа, вот это сейчас происходит, и это я виноват. А тебе не было жалко отца? Отца. Сейчас мне либо дадут гражданство, либо я пойду нахуй. Заехали на мужа. Ты вообще плаваешь. Красиво, но ветрано. Ты не сидишь и думаешь такой, вау, какой я русский. Каково это в 23 года быть ответственным за всю семью? Наверное, это страшно. Если тебе нравится как... Пушисто, вроде пушисто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бизнес-идея заключалась в том, что пока ты будешь теряться, ты купишь что-нибудь в магазине В каком-нибудь Но по итогу этого не происходит По итогу происходит то, что люди просто тратят миллион лет, чтобы найти свой автобус Мне очень хотелось купить елку на Новый год Здесь есть пластиковые елки Но они уродские Поэтому мы в итоге будем, скорее всего, без елки Вот рынок Тут одежда Там дальше всякая еда Здесь очень много Магазинов, которые специфичны для мигрантов В смысле Здесь много филиппинских магазинов Китайских магазинов Тайских магазинов Индийских магазинов Здесь очень такое Много кто не любит ходить на Тахану Потому что много людей, которые выходят из эфиопской общины Или беженцы из Эритреи Или беженцы из стран Азии Либо рабочие, легальные, нелегальные Когда я говорю беженцы, кстати Это типа Израиль не дает беженство, если что Израиль дает статус искателя, статус беженца Это значит, что у тебя есть бумажка, которая позволяет тебе находиться какое-то время В Израиле В итоге ты никакого Ты не получишь здесь Ни гражданства никогда Ни там жилье Не знаю, еще там страховку и так далее Часто люди приезжают условно сюда и живут много лет Там, я не знаю, по 10 Часто у них дети там рождаются и так далее И потом их депортируют Здесь нет эмигрантской политики, которая про что-то кроме еврейства Меня зовут Эвид Кадо, я квир-активист Я из Москвы Сейчас я живу в Тель-Авиве, в Израиле Я забыл остальные вопросы Все Здрасте Все Ты не сказал ничего про свою гендерную идентичность Это не важно Мне кажется, когда я знакомлюсь с кем-то, например Я не говорю про это так же, как, наверное, примерно никто про это не говорит Ну, в смысле, я не ожидаю от других людей, что ко мне подойдут и скажут О, кстати, я мужчина О, кстати, я женщина Обычно люди понимают какие-то вещи из контекста Иногда люди, это просто не важно Я не бинарный И для меня важно, чтобы люди меня воспринимали как не бинарного Но, к сожалению, это не очень, как сказать Мы живем в мире, где это не очень возможно В основном люди Я вижу на лицах людей такое легкое сомнение в том, что происходит Меня это устраивает Мне вот хочется, чтобы люди не понимали, что происходит Когда люди такие, блин, а мы не знаем, мальчик ты или девочка Я такой, правильно, потому что, ну, а я и не мальчик, и не девочка Это вот ощущение, которое мне это дает Это ощущение правильности Я думаю, что многие трансгендерные люди, когда делают социальный переход Это во многом про ощущение аутентичности Это про какое-то ощущение правильности Когда твоя картинка в голове совпадает с тем, что ты видишь, что другие люди в тебе видят тоже Это просто ощущается как правильность Когда кто-то вот зовет, называет твое имя, и ты знаешь, да, это мое имя Раз уж я не могу занимать вот во всех этих социальных ролях Как работник, как гражданин, как активист, как супруг, как родители и так далее Какую-то специфично небинарную роль Потому что ее просто нет Ее надо создавать из ничего Я хотя бы могу создавать у людей вот это А я не знаю, в какую коробочку этого человека, ну, как бы опустить И тогда уже мы можем выстроить какую-то контекстуальную роль Из того, что вот у нас есть сейчас на месте А не из того, что у нас в обществе есть Вот как части вот этого какого-то конструкта Когда я говорю, я не бинарный Я в первую очередь говорю, что я не мужчина и не женщина И я не ощущаю себя как мужчина или женщина Я не могу сказать, что я вот чуть-чуть женщина Но в то же время иногда я мужчина Иногда люди это описывают в том числе так Это тоже не ощущается как что-то правильное Я помню, что когда мне было лет 11 Мне нравилось говорить, что там Ну, я просто человек А я просто я А я просто, там, не знаю Ну, давайте придумаем средний пол Вот что-то такое И мне кажется, что вот это наивное вот это ощущение Которое у меня было в 11 лет Оно в том числе, оно как бы осталось и сейчас Я это я Я Эвит Я все другие какие-то составляющие моей идентичности Я там активист Я супруг Я москвич Я там иммигрант Я вот это вот все Не женщина и не мужчина В том числе Не бинарные Если для кого-то есть Это какая-то категория Куда они могут меня запихнуть Здесь, в отличие от России Например Сделать переход Это миллион лет Я не знаю Это прям Я понимаю, что сейчас в России Очевидно, стало намного все хуже Но просто до того, как вот Приняли этот закон Запрещающий транспереход В России Сделать переход Можно было достаточно Ну, как сказать Просто Это было очень сложно сделать Ну, типа через госклинику какую-то Тебе нужны были хоть какие-то деньги А тут Как бы Бесплатно Это бесплатно Но это такая бюрократическая Большая проблема Я начал переход просто Социальный Достаточно рано Подросткам Вот У меня были бумаги В том числе Допустим, я менял имя в 16 лет То есть в 2016 году я менял У меня вот есть вот эти бумажки От психиатра От эндокринолога От Ну, от Ну, о смене имени И так далее Просто переход Это же много разных вещей Это не всегда про Медицинские штуки Медицинские штуки я начал в 18 Когда мне стало Можно легально это делать Я начал с гомонотерапии Вот А здесь я уже подался на операцию Потому что Нельзя сделать Ну, у меня не было просто денег В России на это Потому что в России сделать Допустим, астектомию Раньше стоило Ну 90-100 тысяч Когда Твоя зарплата 10 Это не очень реальная штука Вот В итоге Я 9 месяцев Вот Стоял в этой очереди Мне в итоге прислали письмо Что типа Да, Кадо, Эвет Прошел комиссию В нашей больнице Мы разрешаем ему Типа Делать гендерно-формативные операции И бла-бла-бла Вот Потом С этим надо было податься уже В больницу В которой я хочу делать операцию На очередь И мне дали еще очередь Через 8 с половиной месяцев И вот я тогда сказал маме И мама моя сказала Что я приеду Первые мои какие-то Трансгендерные чувства У меня начались в начале Пубертата Типа лет в 11 Я помню Я в какой-то момент В шутку сказал Своей маме Что Ну они что Не понимают Что я средний пол Вот что-то такое Я сказал В шутку И она мне сказала Не говори так пожалуйста Ну типа Это что-то вот Так нельзя говорить Ну типа Зачем ты себя оскорбляешь Меня это почему-то так задело Вот я до сих пор-то помню Я тогда подумал Что ну а я наверное Не буду ей такие вещи Рассказывать Я в достаточно раннем возрасте Как-то понял Что вот родительско-детские отношения Они вообще могут быть Как сказать Не безусловными Это Я не уверен Что это из-за того Что мои родители сделали что-то не так Я просто в какой-то момент понял Что ну а я вот Если я расскажу это родителям То ну не факт Что у меня будут родители Что расскажешь Если я расскажу Там про свою гендерную идентичность Про то Кто мне нравится Или кто мне не нравится Я думаю Что там было меньше Что я прям боялся У меня с мамой Хорошие просто отношения Про отца там Другая история Но конкретно с мамой Мне кажется Каждый раз Когда это как-то затрагивалось Потому что это сложно не затронуть Мне кажется Я начинал вот с тем Что я такой Блин я не буду ничего тебе рассказывать Я вообще переживаю Что что-то это будет А потом Когда вот я начал рассказывать Там уже началось то Что она там Меня задает какой-то вопрос У меня включается режим Вот ЛГБТ активиста И я такой Я тебе сейчас Скину миллион ссылок Я тебе сейчас объясню это Причем каким-то эмоциональным тоном Тебе придется меня слушать И тебе придется узнать Чем отличается Вот это от вот этого Просто потому что Я твой ребенок У тебя нет другого выбора Как прошла операция Хорошо Я переживал Что Будет Плохо Потому что обычно В России Из-за того что Нельзя сделать государственно Ты обычно выбираешь врача Типа Ты смотришь Всех врачей Которые вот Делают допустим Мастектомию И ты смотришь Кучу их разных результатов Ты смотришь Такой А вот этот делает Слишком высоко соски Обычно А вот этот Как-то у него Постоянно швы Какие-то Ну не симметричные И ты в итоге Принимаешь осознанное Какое-то решение Учитывая там Свой бюджет Своё территориальное положение И Ну да Всякие эстетические Предпочтения Или кто из твоих друзей У кого делал И тогда ты там Их спрашиваешь И в итоге Выбираешь так А тут нельзя Ты находишь больницу Ты не знаешь Кто будет Я до сих пор Не знаю Кто был мой хирург Типа Кто-то был Каждый раз Когда я прихожу В больницу Ко мне приходит Несколько разных хирургов И все говорят Вау Как хорошо мы сделали Какие мы молодцы Так что я не знаю Возможно Это коллективный труд Всей больницы Вольпса Вот Но нет Всё прошло идеально Мне кажется Что это был Очень приятный опыт Типа Если не считаете Вот Все эти огромные очереди Бесполезную бюрократию Которую никто не объясняет Потому что Не думает что это что-то Что непонятно Но вообще Как бы здесь Здесь хорошо С транс здоровьем Я в этом плане Не жалуюсь Здесь И врачи есть Хорошие И Я не знаю Как-то странно Жаловаться Когда в России Сейчас всё так плохо В смысле Я жаловался Когда в России Было лучше Когда в России Можно было сделать Мастектомию Там за 3 месяца А здесь Нужно Полтора года Бегать и выбивать Это всё А сейчас Приезжал Мой отец У него была Более сложная позиция В какой-то момент Жесткая Я думаю Скорее всего Он думает Что у него Очень либеральная позиция На самом деле Он не думает Что он там Гомофоб Ещё что-то такое Но В какой-то момент Мой брат Хотел проколоть ухо Мама сказала Что Ну говори с папой Типа я не буду Это Это не ко мне вопрос Мой отец Очень серьёзно Сказал Что Ну если ты Проколешь ухо То я тебе Это ухо отрежу И я думаю Что он думал Что это шутка Но моему брату Я не помню Ему сколько В тот момент было Но это ужасно расстроило Он Ну заплакал Ушёл Меня это ужасно разозлило Я полез с ним ссориться Про это И Ну А сколько было тебе И сколько брата Я думаю У нас два года разницы Я старший И Мне кажется Мне может быть было Типа лет Ну 14-15 Что-то такое Мне кажется У нас в какой-то момент Был другой разговор Не помню про что Я помню Что я в какой-то момент Спросил его Ты что мне хочешь сказать Что Если бы вот Твой сын Или твоя дочь Были геем Лесбиянкой Ты бы от них отказался Он просто замолчал Меня это в тот момент Ужасно Разозлило Потому что А как ты вообще смеешь Вот брать на этот вопрос Паузу Типа Это да или нет Это да или нет Как можно про это Начать задумываться Я не помню Он мне кажется В итоге так ничего не ответил Он просто очень грустно Пялился в пустоту Ну я не знаю Я сидел такой Господи Как тупо Типа Тебе нужно на вопрос Откажешься ли ты От своего ребёнка Подумать Время В итоге не отказался Ну то есть Это какая-то Очень низкая планка Конечно Но Мне нужно было Поменять документы Когда я был Несовершеннолетним Просто Ну как бы Я устал ужасно Жить под именем Которого я не использую И мне очень хотелось Что-то с этим сделать Я сделал ресерч Я поговорил с мамой Я уже тогда Какое-то время вышел Я сказал что Типа Слушай Мне это очень важно Вот причина почему Пожалуйста Сходи со мной В ЗАГС И что сказала мама Моя мама сказала Поговори с папой Мои родители В какой-то момент Перестали жить вместе И он женился Ещё раз Это Вообще Как бы не так важно Всё И что сказал отец Мне нужно было Сделать им камин аут Он об этом ничего не знал Мы в тот момент Уже совсем плохо общались У нас тогда В тот момент Ну я не знаю Типа он ничего Про меня не знал Уже там много лет Я с ним тоже Уже много Как-то Ну типа Я ничего не узнаю Про его жизнь Я ему сказал Что типа Слушай Если ты хочешь Со мной строить Какие-то отношения Я думаю Что тебе нужно знать Про меня вот это Я ему тоже Прочитал целую лекцию Про трансгендер Я не знаю Насколько это было полезно И сказал Что типа Если ты не дашь мне эту подпись Мне кажется Что мы не сможем С тобой больше общаться Это мне кажется Я видел Как мой отец Плачет два раза В этот раз И Когда Его отец умер Мне немножко грустно Что Типа Для него узнать Что вот Его ребенок Не бинарный Что его ребенок Трансгендерный Ощущалось Как чья-то смерть А ты что чувствовал? Я чувствовал Чуть-чуть Мне кажется Раздражение Что типа Блин Что вообще происходит В смысле Типа почему Мы просто Мы когда пришли В ЗАГС У него тоже было Очень такое Выражение страдания На лице Что типа Блин Происходит какой-то Траур Происходит какое-то Переживание Такое вот Горевание Тебе не было Жалко Минять имя Нет Отца Отца Чуть-чуть Наверное Для меня Это вообще Вот весь этот разговор Был во многом Про то что Я не понимаю Как строить с тобой Отношения При этом Ты мой отец Типа Нам надо Что-то с этим делать Типа Мы не можем Просто делать вид Что все нормально Тут точно Что-то ненормально Ты не рассказываешь Мне что происходит В твоей жизни Я ничего тебе не рассказываю Почему мы ничего С этим не делаем Давай я пойду Тебе навстречу Давай мы сделаем так Чтобы я не Не скрывал Всю свою жизнь Мы начали После этого общаться Мы начали После этого общаться Я начал К нему рассказывать Про там Он знает Юру Мы пытались Вот так Устраивать отношения У нас в какой-то момент Просто Они прервались И уже после того Как началось вторжение Он мне в какой-то момент Позвонил Или я ему позвонил Мы обсуждали это все И здесь был митинг большой И я рассказывал Про то как мы ходили И рассказывал там Про то как Мои соседи по квартире Сидят постоянно на телефонах Они там Помогают вывозить людей Эвакуировать Про то типа Сколько у нас В группе украинцев Насколько Что я чувствую Про это все И он мне начал Какую-то такую чушь загонять Что типа Блин да это все не важно Зачем ты этим занимаешься И он сидит такой Ну типа А что ты ожидал Зачем ты туда пошел Это вообще глупости какие-то И там есть вот это большое Что типа Я старше Я знаю лучше И вообще Старших нужно уважать И Меня от этого Меня от этого так странно Ну вот Во мне видят только Вот все вот эти идентичности С которыми я себя Вообще не ассоциирую А как активиста Как не знаю Как квир человека Как вот все то Что вот Как мне кажется я Это вот все как-то Ну типа Ну это не важно Это глупости Это вот Зачем ты этим занимаешься Я не очень понимаю На чем строится условно Его любовь Если честно В смысле Я не знаю Как можно любить человека Которого ты вообще не знаешь Слушай Я могу Можно я куплю елку Буду ходить с тобой с елкой Блин 450 на самом деле Дорого Ну ладно Я не знаю Наверное Если она складывается Кто это протеин Чего это вообще Сейчас Сейчас Как это? Как это? 4.50 Да Я не знаю Но Я не знаю Неби Я не знаю Джон Окей Баттаби Я не знаю 4.50 Сейчас Дай я Сводку ее Для Юры Спасибо 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 Что ты не знаешь Кабала? 10 9 Ютубер? Нет 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 Спасибо 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 Окей Расскажи про то, как получилось, что у вас с партнером разные гендерные маркеры, при том, что вы оба не бинарные люди. Мы с Юрой познакомились достаточно давно. Мы познакомились через транс-активизм. Юра в тот момент ввел группу поддержки для транс-сенебинарных людей в Москве. Юра очень классный и он много делал классных вещей и мы в какой-то момент начали жить вместе, заниматься вместе какими-то проектами. В 2020 году пытались протолкнуть законопроект, который очень сильно бы повлиял на жизнь гендерных людей. Там в том числе говорили, что якобы нельзя будет заключать брак, потому что любой брак будет гомосексуальным, потому что если вы меняли, то вы одновременно и своего старого гендерного маркера, и нового гендерного маркера, и вообще ни с кем не заключаете брак, и это все не от бога. Я не знаю, я не прям дрожу над институтом брака, но меня это в том числе так расстроило. Я такой, вот сейчас мы как возьмем, мы заключим брак, а мы вот как сейчас я пойду и на госуслугах сейчас заплачу 350 рублей, и все, и мы пошли и расписались. То есть это был протест? Это был и протест. И в целом я в тот момент, во время, вот когда пытались протолкнуть этот законопроект, одну мою знакомую задержали за пикет, и это был первый раз, когда я ходил на суд чей-то, кого-то поддержать, и это был какой-то сюр, это было очень страшно, это было очень странно, потому что примерно все, что можно было нарушить, было нарушено. Как бы я и до этого, мне кажется, знал, что судебная система в России, она там коррумпированная, не работает и так далее, и так далее, но в тот момент это как-то так близко меня тронуло, что вот я сижу весь день в этом суде, и мы все знаем, что вот, ну, эту девушку, ее в итоге, ну, все равно посадят на там 14 суток, и все это происходит, мы никто не можем ничего с этим сделать. Меня это так все расстроило, я когда возвращался домой, я просто позвонил Юре по телефону и сказал, типа, можно я к тебе приеду? Сказал, что, типа, я, мне кажется, ну, я не хочу оставаться здесь, я, нам надо попробовать уезжать, давай уедем вместе. Я не уверен, что мы там на всю жизнь теперь вот вместе будем, это никогда не закончится, ну, то есть мы оба молоды, непонятно, что будет через 10 лет, но вот мы здесь, у нас есть документ, который подтверждает, что мы вместе, как семья, как какой-то юнит, согласились друг другу довериться вот в этом приключении, которое называется миграция, и мы уедем вместе, куда бы мы ни уехали, и для меня это было важно в том числе из-за этого, и как протест, и как доказательство того, что вот мы достаточно готовы друг с другом сотрудничать, чтобы это все сделать вместе, и, наверное, на всякий случай, если, там, не знаю, меня арестуют, его арестуют, его убьют, меня убьют, чтобы мы могли как-то тоже это вместе решать, потому что если вы просто партнеры без документа, это немножко, ну, другая ситуация, типа, я не кто, примерно, Юрий, если вот у нас нет этой бумажки. А ты часто думаешь, что его могут убить или тебя могут убить? Раньше думал много, просто Юра, вот он, он как сейчас выглядит, а он выглядит очень, как сказать, ну, вот эпатажно, типа, ну, у него, он часто мык какой-то делает, он одежду яркую очень носит, типа, на него постоянно, там, смотрят, там, в автобусе и так далее. Вот как он здесь ходит, так он, например, в Москве ходил. И меня это очень всегда восхищало, потому что это вот, как бы, такой вот очень открытый протест, что, мол, типа, да, я знаю, что другие, ну, что на меня будут пяляться в транспорте, да, я знаю, что так не нужно ехать, а что вы мне сделаете? То есть, если вы хотите проблем, давайте будем разбираться. Я не знаю, меня это всегда одновременно очень восхищало, одновременно, разумеется, за него ужасно переживал. Каждый раз, там, я не знаю, я вижу, как он одевается, куда-то идет. Я такой, ладно, сегодня я, там, сегодня я ему позвоню, там, в такой-то момент. И его немножко, как бы, нервирует вот эта моя тревожность, потому что большую часть времени ничего не происходило. Ну, а, допустим, перед тем, как мы уехали, это было либо в июле, либо в августе 2021 года, ну, его избили на улице. Он просто мне в какой-то момент написал, что, типа, я еду в трампункт, типа, меня избили. Я на другом конце Москвы, я не знаю вообще, что делать. И, как бы, это вот мой самый жуткий страх какой-то. То есть, слава богу, не убили, но, типа, я же знаю, что, ну, как бы, вот мы сейчас поедем в трампункт, они будут там копошиться, ну, типа, не дай, помогут, не помогут, непонятно. Потом, ну, допустим, поедем в больницу снимать побои. Потом что? Ну, то есть, мы пойдем в полицию, чтобы что? Ну, то есть, Юра с самого начала, он, типа, как только его избили, он сразу позвонил в полицию. Они приняли его заявление. И мы даже через какое-то время позвонили, сказали, что, типа, да, мы посмотрели камеры, и, ну, там была какая-то такая, не отписка, как это называется, просто, чтобы занять эфир. То есть, сказали, да, 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 мы посмотрим, мы расследуем. Никто ничего это не расследовал. Мне кажется, что там, типа, если бы хотели, этот человек, мне кажется, там живет напротив него через дом или, там, может быть, через два. Это было на его районе просто. Я думаю, что там было, на самом деле, легко это все разобрать, просто, ну, кому это нужно. Вот. Но приняли, позвонили. Ну, то есть, я не знаю. Я не помню, мне кажется, ни одного раза, чтобы я вышел из дома, на меня не доебался кто-то в метро. Но просто я вот постоянно, я ходил в стрессе, я такой, вот эти люди идут рядом, они на меня пяльются, они сейчас ко мне подойдут. И часто они правда подходили. У меня было такое, что я в какой-то момент курил, и у меня, ко мне подходили люди стрельнуть сигарету, и мне кажется, что это достаточно такой, как бы, это какой-то подарок небольшой. Это странно попросить сигарету, а потом начать человека мучить. Меня это всегда очень расстраивало, что, типа, вот ко мне подошли какие-то непонятные, там, пацаны около метро, я проявляю какую-то щедрость, я проявляю, там, дрожжелюбие, я даю им сигарету, они начинают до меня доебываться, типа, а ты пидор? А ты кто? А вообще ты пацан или баба? Я сижу такой, я не хотел этого разговора, зачем вы ко мне подошли? Я хочу так выглядеть, я хочу продолжать так выглядеть, я не хочу, чтобы... Это приводило к насилию. Я не хочу, чтобы это приводило к насилию, это правда. И ты полное право имеешь это не хотеть. Любой человек имеет право на безопасность. Проще сказать, чем сделать. Нет, это правда, это правда. Обычно я не делю людей на друзей и партнеров. Обычно я... Это не значит, что, условно, у этого нет никакой функциональности. Понятное дело, что, когда, допустим, я говорю про Юру, мне легче сказать, что, типа, это мой муж, это мой партнер, чем объяснять, типа, вот эту вот комплексность наших отношений, что, типа, это мой самый близкий человек, который со мной живет, но он живет в другой комнате. И да, мы иногда занимаемся сексом, но иногда мы не занимаемся сексом. И вообще, там, мы друг друга очень любим, но мы любим других. Ну, то есть, я не хочу вот этим заниматься каждый день. Да, ну, просто, типа, тебе вот я, вот, словно, могу это рассказать. А, там, рассказывать это, там, я не знаю, своему начальнику или учительнице по ивриту, ну, то есть, зачем? Ну, типа, им не нужно знать это все. Я могу сказать, у меня есть, там, муж, у меня ждет дома муж, и все. Вот, или, там, я могу сказать про своего какого-то другого друга, что, типа, это мой друг. И тоже не вдаваться в подробности про то, что мы делаем или не делаем. Это не обязательно про, там, романтические какие-то штуки или, там, про сексуальные штуки. Мне просто кажется, что, типа, примерно все отношения очень уникальны. То есть, типа, у нас обычно есть, у нас, у людей обычно, допустим, вещи, которые они делают с одними друзьями, они делают с другими. С одними друзьями мы смотрим кино, с другими мы не смотрим кино, мы только, там, разговариваем про политику. С этими друзьями мы, там, я не знаю, планируем жить в одном городе и чувствуем, что мы бы переехали вместе с ними. С другими друзьями мы, ну, типа, нет такого предположения. Мне кажется, что человеческие отношения более сложные обычно, чем просто, о, это мои друзья, это мои партнеры, это моя семья. Мы иногда очень далеки от своей семьи и очень близки с нашими, ну, типа, не сексуальными, не романтическими друзьями, да? Не знаю, для Юры как будто бы всегда была очень большая часть его жизни. То, что он поле, возможно, даже больше, чем то, что он квир или что он русскоязычный. То, что он еврей. Мне кажется, Юра, ну, ему очень много думает, что он еврей. Особенно здесь. Вам удалось изначально пожениться, потому что Юра поменял гендерный маркер. Да. Ты его не менял. Да. И для российского государства вы гетеросексуальная пара. Для российского государства мы гетеросексуальная пара. И это очень было забавно, потому что у нас есть очень смешные фотки со свадьбы, потому что мы женились еще в ковид. То есть, как бы мы пришли, у нас не было прям свадьбы. Мы, типа, мы пришли в масках, просто нарядные. Но у меня в тот момент не было бровей как раз. Я пришел в черном таком длиннющем в пол платья. У меня зеленые волосы. Юра пришел в шортах, в цветочек. У него накрашенные ногти, цветные тоже волосы. Мы пришли, вообще никаких вопросов, ничего. Вообще, типа, работницам ЗАГСа настолько было на это все плевать. Я переживал еще заранее. Я надел платье в пол во многом. То, чтобы как бы, если кто-то такой, ну вот этот человек в шортах выглядит достаточно негетеросексуально, мы не знаем вообще, можно нам это зарегистрировать или нет. Я хотел это как-то уравновесить. Что мы просто странные. И брови для этого разберутся. Нет, у меня их не было. У меня же год до этого. Это был мой порыв души. Вы переехали еще до войны. Мы уехали до войны. В какой-то момент мы ресерчили, куда вообще можно эмигрировать. Потому что вот мы договорились, что мы теперь вместе, семья. Мы сейчас куда-нибудь уедем строить будущее. И в какой-то момент Юра вспомнил, что он еврей. В Израиль оказалось, что можно по молодежной программе приехать. Не обязательно прям репатриироваться. Можно там посмотреть сначала Израиль. Там вот пожить условно на... Есть программа МОСА для молодежи из диаспоры. И многие после нее возвращаются в страны исхода. Но при этом вот у них есть 6-8 месяцев, чтобы посмотреть Израиль. Посмотреть, как тут жить. Мы подумали, ну звучит как на самом деле хорошая история. Может быть мы займем сейчас денег. Поедем на вот эту программу. Как раз посмотрим, что как, что происходит. И обычно в конце МОСА вы всей группой идете в МВД. Все вместе подаете документы. И вам всем... Всей группой, вот кто хочет, те получают гражданство. И мы это делали... Я не знаю, нас было человек 50 точно. Там тоже были пары. И тоже были пары, у которых не очень долгий брак. Можно репатриироваться вместе. Если у вас браку есть хотя бы год, тогда вы имеете право оба на репатриацию. Нашему браку в тот момент было полтора года. И мы были единственные, кому сказали, нет, пожалуй, мы не дадим вам сейчас гражданство. Давайте мы вас проверим. И это было немножко странно, потому что нам заранее еще сказали, что у вас документов недостаточно. А переведите и заверьте еще документов, пожалуйста. Ты думаешь, это все-таки то, что они не понимали и сомневались в реальности вашего брака? Или все-таки речь идет о трансфобии? Они обычно это делают, если, допустим, у пары много лет разницы. То есть, если одному партнеру 20, другому 50. Вот такие какие-то ситуации. Или если был развод перед тем, как люди вступили в брак очень близко. Или разные обстоятельства. То они имеют право провести проверку на искренность отношений. Они имеют легально право это сделать при любом сомнении. Конечно. В этот раз они такие, ну, много документов принесли. Непонятные какие-то ребята. Ну, наверное, надо проверить. Я думаю, что, конечно, это трансфобия. В смысле, я не понимаю, нафига, во-первых, нас единственных останавливать, учитывая, что под документом у нас кетеробрак. Ну, в смысле, я не... Ну, это у нас документ из России, где написано, вот этот человек, с этим человеком поженились. Это абсолютно такой же документ, как и у всех остальных людей. Я не понимаю, зачем к нам было так закапываться. Плюс на прошлом заезде, на прошлом заезде той же массы была однополая пара с браком из Дании. У них было три года брака. Им то же самое сделали. В итоге нам сказали, ну, в апреле будет дата. Вот. Наша программа заканчивалась в феврале. И если бы у нас не было гражданства по окончанию программы, то мы бы просто, ну, нам бы пришлось либо уезжать, либо оставаться здесь ночевать на улице. Потому что у нас денег ноль. Типа мы заняли кучу денег, чтобы приехать на эту программу. Работу. Кто нам дает здесь без гражданства? И вот в итоге, как бы, там логичным исходом было бы, ну, наверное, мы возвращаемся пока в Россию и пытаемся репатриироваться, ну, из России еще раз. И мне это очень не нравилось, потому что... Ну, конечно. То есть можно, конечно, уехать, но мы уже столько вложили и денег, и сил, и времени. Я не хотел этого делать. У меня в тот момент было такое, что, типа, блин, я понимаю, что если я сейчас не сделаю все, что от меня зависит, каждое маленькое и большое действие, если я сейчас не сделаю вот это вот все, я, ну, а кто это сделает за меня? Ну, то есть я здесь один, у меня нет здесь никого больше. Я вот могу себе только этим помочь. Если я не спрошу каждого, кого я знаю, а с кем еще я могу поговорить, если я не попрошу каждого, кого я знаю, написать нам это письмо, то зачем я вообще сюда приехал? Мы собрали эти все бумажки, собрали все наши фотографии, когда-либо сделанные кем-либо, с друзьями, без друзьями, фотки там друг друга в зеркало, фотки кого-то, нас там на мероприятии. Собрали это тоже в отдельную папочку, принесли это вместе со всеми нашими переведенными, заберенными документами, принесли это. Нашел адвоката про бона, чтобы она там написала им запрос в МВД. Она выдала нам дату. Внезапно, когда вот она начала этим заниматься, МВД сказал, ой, у нас 23 февраля, оказывается, есть место, ну, приходи 23 февраля. 23 февраля, кроме того, что это День защитника Отечества, это еще мой день рождения. Я думал, что, вау, какая символичная дата, сейчас мне либо дадут гражданство, либо я пойду нахуй. Кто вообще плавает? Вроде нет. Скорее всего, и нельзя. Да, видишь, черный флаг, это значит, что нельзя. Черный флаг, значит, нельзя. Что нельзя? Нельзя плавать. Да. Ветрено. Красиво, но ветрено. Шапиря, вот в этом районе, есть скидка на расизм. В смысле, здесь дешево, потому что здесь очень разнообразный район. Много, допустим, выходцев из эфиопской общины или там эритрийских беженцев. Вот, как вот ты могла видеть на Тахане, тут в том числе много мигрантов из стран Азии. То есть, тут такой мультинациональный район в том числе. Ну, то есть, тут в том числе много неевреев. Но, что любят говорить люди, которые здесь дают, что, типа, да, здесь дешевле в том числе из-за этого, но зато нет вообще арабов. Арабов вообще нет. В этом смысле, конечно, ну, я не знаю, неприятно, что то, что в районе нет арабов, это какой-то как будто продающий плюс. Ну, просто, допустим, вот если мы говорим про эфиопскую общину, многие, допустим, дети, людей, которые приехали из Эфиопии, они здесь, ну, родились и выросли. Это все равно очень специфичный, как бы, опыт. Это совершенно не тот же опыт, который переживают белые израильтяне. Потому что ты все равно очень сильно изолирован и так далее. Но это в том числе и не мой опыт. Типа, я не могу к нему никак приблизиться. Или там опыт эритрейских беженцев. Типа, я его совершенно не понимаю. И у меня очень мало знакомых, которые, типа, его переживают. Но при этом я не знаю, допустим, жить в полностью русскоязычном городе мне тоже не нравится. Потому что, допустим, мы какое-то время жили в Батьяме, который очень такой, преимущественно русскоязычный. Не очень приятный опыт, если честно. В том числе из-за того, что, ну, как бы, в русскоязычной общине много гомофобии. И много гомофобии. И, допустим, там... Ты идешь на пляж, Либо там за ручку, Либо близко идешь, Либо у тебя татуировки. И начинается вот то же самое, Что часто происходит в России. Что на тебя пялятся. Что там что-то начинают говорить. Что кричат. Вот, допустим, мы жили в Пятактикве. И там тоже много русскоязычных. Типа, постоянно было такое, Что, типа, либо там Юрий кричат, что он пидор, Либо мне кричат, что он пидор. И, конечно, типа, никто не подойдет и ничего не случится. Но все равно им, как бы, неприятно. Поэтому тут, как бы, либо ты живешь в районе, Который преимущественно нерусскоязычный, И тогда чувствуешь себя чужим. Либо живешь... Ну, чего ты? Либо живешь в русскоязычном районе, И снова чувствуешь себя чужим. Так что, не знаю, выбор из глухих был. Надо было реалистично оставаться, не знаю, В России и делать какую-то это, Квир коммуну в Сибири. Без интернета. И в глуши. Мы подготовились, пришли. Уже такие, фух, сейчас мы все сделаем. Мы подходим. И все в МВД, каждый вот госслужащий, Они такие, а почему мы вас проверяем? В смысле, у вас полтора года браку. Типа, почему вы здесь? Мы такие, а мы не знаем. Ну, типа, вы нам скажите. Они такие, ну, наверное, если сказали проверить, То, ну, будем проверять. Нам дали, типа, сделать это интервью, А Юра держался, все ответил хорошо. Нам дали гражданство, все было нормально, Мы все выдохнули. Все было хорошо. Вот этот большой стресс только закончился на следующий день, 24 февраля. Я просыпаюсь, иду на кухню. За телевизором сидит наш сосед, Который собирался после программы Не репатриироваться. Ехать в Одессу. И он мне говорит, война началась, ты чего? Я даже не знал, что ему сказать, Потому что я... Я не знаю. Ну, типа, я думаю, что до сих пор Вот у меня есть какое-то такое ощущение. А что про это скажешь? Я даже, ну, то есть... Ой. Наверное, ой. Ну, то есть, это... Я не знал, как реагировать. Потому что вот с нами жил этот мальчик. С нами еще жил мальчик из Николаева, Который тоже не собирался оставаться здесь. Половина нашей массы тоже украинцы. И все это происходит. И я не знаю, что сделать. Типа, я вообще про этот конфликт Очень мало знал. Потому что, когда, ну, 14-й год, Когда... Я не знаю. Я большую часть вот этого конфликта Я был подростком. Это какие-то вещи, про которые я... Ну, то есть, может быть, и знал, Но каждый день сидеть и думать Про то, как там люди умирают, Это очень сложно. А тут внезапно от другого выхода и нет. Надо сидеть и думать про то, как люди умирают. И с этого момента, ну, конечно, Началось много разных процессов. После этого мне начали писать люди. Потому что мы только закончили Вот этот большой квест. Я уже знаю кучу людей в Израиле, Которые занимаются... Я знаю каждую там ЛГБТ-организацию. Я знаю, кому написать, Если вот есть какой-то там бюрократический вопрос, Юридический вопрос. Я знаю, как получать гражданство, Если один из вас еврея, другой нет, Но один уже получил гражданство, например. И мы сначала пытались сделать инициативную группу, Чтобы, может быть, как-то систематизировать Эту информацию. Чтобы люди, которые там сейчас уезжают Из Киева, или из Харькова, Из Москвы, из Питера, Откуда угодно из русскоязычных стран Сейчас уезжают из-за войны Или из-за режима, Чтобы они вообще понимали, куда они едут. Потому что это же нигде не написано. То есть большинство людей еще очень про это переживают. Потому что мне, допустим, начали писать люди, У которых дети, и которые такие, А если мы заключим брак? А про это не узнают? А если мы заключим брак, И у нас будет вот эта бумажка? А у нас не отберут детей? Ну, то есть, наверное, Если ты не придешь в российское МВД с этой бумажкой, То, наверное... Они не узнают. Они не узнают. Но в то же время я понимаю, Почему эти люди сидят и такие, А что, а как? А может, в третью страну? А в третью тоже непонятно, как ехать. И у большинства еще же... Ну, не как у нас, Юра, была ситуация. Я думаю, что мы... Как сказать? Нам очень в этом смысле повезло. Мы в России были никто. Типа, я зарабатывал 10 тысяч рублей. Юра работал, ну, вот, ночные смены в секшопе. Ну, там, я не знаю, 20 тысяч рублей я зарабатывал. Мы, ну, типа, у нас не было карьеры, У нас не было образования, У нас ничего не было. Мы уехали сюда, где, ну, Лучший у нас уровень жизни в итоге. Я выучился на профессию, Которая приносит мне какие-то деньги. Юра получил в итоге инвалидность. Инвалидность. А люди другие обычно оставляют вот за собой и карьеру, И семьи, и, ну, как бы, вот, всю прожитую жизнь. И, ну, мне кажется, что это очень страшно. Потому что люди вот, которые не самыми первыми уехали, А уже попозже. Я понимаю, почему. Потому что нельзя просто вот это все выкинуть в окно И уехать в Израиль, где ты будешь потом, ну, полы мыть. Икея. Собери сам. Господи. Что это? Окей. Это верх. Так. Как? Что? Блин, сколько веток? Зачем? Ладно. Красивая елка. Красивая елка. Куда? Что это? Может, просто закрепить, чтобы оно держалось? Может, их не надо, вкручивать прям. Ладно. Сейчас, может, там нарисовано. Наверное, нормально. Все падает. Приехало много евреев из Советского Союза, которые внезапно хотят зачем-то. Рождественское дерево. А точно ли они евреи? И нет, это было прям, это было проблемой. Да, 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 да. Нет, в 90-х прям это была проблема, потому что, ну, как бы, есть, вот, как бы, в целом такое отношение немножко было. Сейчас меньше. К русскоязычной общине, что, типа, а, ну, вы все не евреи, вы все, там, второе, третье поколение. Это вообще не считается. Чего вы сюда едете? Вот. А тут еще, ну, да, какая-то рождественская традиция, какое-то рождественское дерево, что это вообще такое. Вот, ну, сейчас, сейчас больше людей знают, что Новый год это не Рождество, что это советский праздник такой, что это больше про светскость, про... Ну, что это не имеет отношения к Рождеству как-то к Мому, ну, в смысле, что это не христианская традиция. Вот. И многие израильтяне, наоборот, тоже они такие, типа, о, можно я с вами буду праздновать Новый год? Это прикольно. Вот, с нами, возможно, будет праздновать в этом году партнер нашей соседки, который израильтянин-израильтянин. А, ясно. Да, да. И он, причем, экс-религиозный. Вот, будет прикольно, я думаю. А какой план, как развивается карьера тестировщиков в целом? Вот сейчас у тебя есть опыт, что может быть дальше? Дальше я могу либо расти внутри профессии, я немножко занимаюсь автоматизацией, типа, ты пишешь код, который тестирует за тебя, если грубо. Я могу больше каких-то менеджерских вещей научиться делать, там, менеджерить команды. Я могу просто решить, что, блин, тестировка вообще не совсем мое, я хочу, там, научиться больше писать код уже свой, там, вырасти до разработчика. Мне кажется, что там много куда можно пойти. Я, если честно, не прямо очень всем этим горю. Я во многом пошел заниматься вот этим. Во-первых, потому что в какой-то момент у меня что-то перемкнуло в голове, я такой, блин, как я могу максимизировать количество пользы, которые я могу принести миру? Может быть, мне пойти и попробовать работать в НКО? Потом я такой, блин, ну, мне кажется, что я не очень прям много принесу пользы, если, ну, в смысле, типа, я и так волонтерю, я и так делаю какие-то вещи, как будто бы зачем мне за это платить денег, если можно платить кому-то другому, который бы это не стал делать без денег? Я могу, может быть, попробовать вот то время, которое у меня есть сейчас и те, там, силы, которые у меня есть сейчас. Потратить на то, чтобы выучиться на что-то, что будет приносить много денег, я могу эти деньги потом, типа, переводить кому-то, допустим, типа, в том числе, там, допустим, из отсюда, там, в Россию. Ну, то есть, условно, здесь, там, я не знаю, 100 шекелей сделают так мало, как будто бы, если бы я их буду переводить туда, от этого будет больше в итоге пользы. Да, да, это называется эффективная благотворительность. Вот, и я... Ты знаком с этой концепцией. Да, да, я просто, я вот в какой-то момент очень этим все загорелся, и я такой, типа, блин, все, я буду заниматься эффективным альтруизмом. Настолько, насколько я могу. Мне важно, чтобы остался после меня какой-то вот импакт. Мне хочется, чтобы то, что я делаю, приносило какую-то пользу. Я, если честно, не понимаю, что вообще имеет смысл. Я понимаю, что это немножко высокопарно звучит. Мне хочется, чтобы люди меньше страдали и больше, не знаю, хорошо себя чувствовали. Мне хочется, чтобы людям было лучше. Мне хочется, чтобы мир был лучше. И в итоге, я не знаю, ну, мне кажется, я не прям дошел до точки, где я прям достаточно доначу, потому что я все-таки, ну, типа, на мне все еще юра. Ну, в смысле, я не зарабатываю столько, чтобы мне хватало и обеспечить двух людей. И у нас была какая-то хоть поводушка безопасности, где, если я потеряю снова работу, то мне не придется на следующий же день идти, там, не знаю, мыть пол. Пушисто. Вроде пушисто. А Юра ходит на следовую? Он в какой-то момент пытался, ему сложнее просто из-за барьера, из-за кого, потому что я, допустим, я на английском очень свободно говорю, и мне не очень напряжено, в смысле, я из-за того, что на работе говорю на английском, у меня еще акцента-то почти нет. И мне, как бы, как сказать... Я не напрягаюсь дополнительно, когда мне нужно говорить на английском. На иврите, да, я напрягаюсь, я не хочу говорить там на свидании на иврите, но мне не нужно. Типа, большинство людей, с которыми я потенциально там могу как-то пересечься, они в любом случае либо знают английский, либо знают русский. И у меня еще и нет, ну, как бы, такого же, как сказать... Ну, типа, я же вот говорил, типа, он очень быстро переутомляется, и ему и на русском тоже иногда очень тяжело, что, типа, надо с кем-то что-то разговаривать, пытаться что-то делать. Типа, люди еще иногда, ну, как сказать... Типа, общение с людьми – это инвестиция. Это часто бывает очень утомительно. И даже если у тебя нет, как бы, низкого вот этого порога переутомляемости, а если у тебя... Ты быстро переутомляешься в целом, плюс тебе сложно разговаривать на иностранном языке, плюс тебе в целом, типа, сложно разговаривать с людьми, а это где, а это куда. Вот. В итоге, как бы, он какое-то время походил на свидание, потом он понял, что он не хочет этим всем заниматься, и перестал. Вот. У него есть друзья, которые, допустим, не мои друзья? Здесь? Да, да, да. О, ну, это хорошо. Да, но, как сказать, любая дружба – это тоже усилие. Это надо поддерживать связь, это надо отвечать, это надо звать людей куда-то. И я не знаю, я надеюсь, что ему станет полегче, в смысле, когда что-то придумается с этим. Может быть, когда ему подберут фарму, которая будет помогать лучше, или, если это не про фарму, то, не знаю, если ему подберут такую терапию, которая ему будет помогать лучше узнавать, когда он перегружается, тогда и, друзья, будет полегче, попроще. Вот. Ой, ладно. И слава богу. Так, где еще не пушисто? Юра с каждым годом теряет возможность вообще делать штуки. Когда мы с ним познакомились, он вел вот группу в Московском комьюнити-центре и работал. С каждым годом он сейчас не может работать. Иногда он просто, типа, не может выйти из дома. В какой-то момент он больше мне помогал по хозяйству. Сейчас, ну, я не могу его большую часть времени даже попросить сходить в магазин. Это меньше связано с физическими штуками, хотя он описывает свои ощущения, в том числе, как физическую боль. Мы сначала думали, когда начали это все еще в России, пытаться лечить, там, я не знаю, ходить к психиатрам, к психотерапевтам, вот эта вот вся история. Там он в какой-то момент в ПНД ходил. Что это какая-то вот рекуррентная депрессия, что у него очень сильная депрессия, и надо вот как бы лечить эту депрессию, потому что, ну, иначе там, ну, вот человек там суицидится. При этом на него не работают никакие антидепрессанты, никакие нейролептики. Все ему делают либо хуже, либо не делают ничего. Здесь несколько раз ему выписывали разные тоже какие-то лекарства, которые в России ему бы не выписали. А в итоге его нынешняя терапевтка думает, ее вот нынешняя теория, что у него ПТСР сильная после России, и, скорее всего, аутистическое выгорание, что, типа, он очень сильно перегружен всем вообще, что происходит, и его мозг просто уже, типа, он теряет функциональность с каждым годом. Видимо, у Юры больше чувствительность к этому всему. Он при этом про это ничего не знает, он не знает, как это регулировать, он не знает, когда ему плохо, когда он себя там перегружает, когда нет. И в итоге с каждым годом он там пытается как-то превзлагать это, сейчас я пойду, а сейчас ем это. А в итоге, как бы, ему все хуже и хуже. Сейчас он начал больше, там, стараться, там, ходить в наушниках, потому что, видимо, ему очень сильно перегружают звуки. Он перестал, типа, ему очень становится плохо, когда он слышит, как кто-то ест. Мы перестали есть вместе. Мы, вот, разъехались по разным комнатам во многом про то, что, типа, это тоже про какое-то личное пространство, про то, что он может побыть один, что его никто не трогает, и вот это вот все. Я не знаю, если сейчас, ну, помогает это или нет. Я просто надеюсь, что в какой-то момент станет получше, потому что, ну, вот, последние два года, ну, это просто становится хуже и хуже в какой-то момент. Я думаю, что должно, наверное, стать хуже перед тем, как станет лучше, но сейчас, ну, типа, я не ожидаю, что в ближайшее время, там, он, допустим, сможет работать, ну, вот, сидит у себя в комнате и все. Каково это в 23 года быть ответственным за всю семью? Юра взрослый человек, и да, у него есть какие-то ограничения по, там, функциональности, мне в каких-то моментах нужно ему помогать. Он все еще свой собственный человек, и я не чувствую, что, там, я должен что-то. Я просто понимаю, что на меня это тоже накладывает ограничения. Например, я не уеду отсюда без Юры. Я не могу оставить Юру одному. Типа, я хочу, чтобы, ну, я хочу ему помочь, там, и чтобы ему стало полегче, просто по-человечески, даже если бы, там, мы не были семьей. Ну, и я хочу, чтобы моему близкому человеку, ну, как-то, я не знаю, чтобы... Я не смогу его оставить. Мы договорились, что мы эмигрируем вместе. Я не могу просто нарушить это обещание. Вот. Мне кажется, что, не знаю, вот для меня какая-то моя полиморность в меньшей мере большая часть моей идентичности. Типа, это часть того, как я живу жизнь, мне не очень, допустим, как сказать, я не знаю, типа, для меня это не самая большая, там, какая-то ценность. Ну, то есть, я не знаю, короче, вот. Для Юры это всегда было очень важно. И я чувствую, что, я не знаю, то, что вот сейчас он в основном сидит дома и там общается только со мной, это на самом деле для него плохо очень. И он бы хотел жить другую жизнь. И, не знаю, он бы хотел, чтобы у него был, ну, примерно такой же порог начала общения, как в Москве, где не нужно разговаривать на иностранном языке, не нужно, я не знаю, дополнительно как-то кого-то нового находить, чтобы поговорить или пообщаться. где есть уже знакомые, друзья. Эх, он хороший очень. Мне на самом деле очень жалко, что, не знаю, я бы вот вам его показал. Он бы вам так понравился. Ну, или нет. Ну, вот я боюсь, что, ну, типа, я же его спрашивал, он сначала очень хотел, потому что, ну, как бы это все важное же дело. И, ну, это же не история про то, какой я вот такой замечательно занимаюсь активизмом. Это история про нашу политемиграцию. И он, ну, как бы, да из-за него все здесь. Ну, типа, я вообще здесь. Я в чужой вагон прыгнул. Это он еврей. Это он, как сказать, глава семьи. Здесь это, кстати, когда ты делаешь репатриацию, там надо заполнить анкету. И там указывают главу семьи по еврейству. Поэтому Юра, ну, глава семьи. Муж. Да. Ну, технически. Все равно по каким-то другим документам, наверное, я считаюсь больше, потому что там он не работает. Я работаю и оплачу за нас налоги. Но по каким-то документам он глава семьи. Вот. Ты помнишь седьмое октября? Я помню седьмое октября. Я проснулся, и ко мне пришел Юра. И он просто следил за тем, как я сплю. Потому что, по-моему, у нас, ну, как бы, он часто не спит утром. И поэтому он видел, что начались обстрелы. И он, видимо, не хотел меня будить, пока не начали обстреливать Тель-Авив. Я не знаю. Ну, короче, я вот помню, что я проснулся, и рядом со мной сидел Юра и гладил меня фолосом. Первый раз, когда была сирена, мы не были уверены, что можно спуститься в бомбоубежище, потому что там не всегда открыто. Потом, когда началась нова, мы пошли вниз. Это, на самом деле, ощущалось очень похоже на 24 февраля, по субъективным ощущениям. Потому что вот тоже какое-то такое, а что делать, а как это вообще? Мне кажется, я первое время, я просто, думаю, скроллил, переживал. У меня было такое двоякое очень состояние. С одной стороны, у меня должен был быть поход к зубному на следующий день. И я думал, ну, может быть, и не отменяться. А с другой стороны, ну, как бы, происходит что-то очень страшное. И я читаю новости, и там просто ползет вот это вот количество жертв. И, ну, вот, какое-то вот такое сюрреалистичное ощущение было. Я думаю, что если бы не было вот этого всего опыта после 24 февраля, то я, может быть, в таком вот ощущении был долгое время. Мне кажется, что оно у меня прошло через какое-то, типа, через неделю, может быть, что-то такое. То есть, разумеется, там это все еще очень страшно. И там, разумеется, я все еще там периодически дом-скроллю, и я много про это думаю. Но это не ощущается таким концом света. Я не знаю, в Тель-Авиве, по крайней мере, нет. Ну, то есть самое страшное – это, ну, ходить в бомбоубежище. Да ты сказал, что ощущение от этой войны было похоже на ощущение от войны той. А в чем, что было общего в этих ощущениях? Это очень страшно. Я думаю, что это похоже на то, когда кто-то впервые в твоей жизни умирает. Мне кажется, что это вот такое, что вот смерть была чем-то таким теоретическим, немножко метафорическим, что что-то когда-то происходит с людьми. И вот война оказалась всегда чем-то таким, что было когда-то в прошлом, возможно, где-то происходит сейчас, но это вот что-то такое из фильмов, из книжек. А тут вот я стою, и там это происходит. Вот этот человек умер. И ты с этим сталкиваешься лицом к лицу. И вот война произошла, и ты сталкиваешься с этим к лицу к лицу. Это просто какое-то, я не знаю даже, как это объяснить. Это вот просто такое чувство ужаса, и как будто вот весь мир замер, и как будто жизнь больше не происходит. Но это просто ужас от факта войны. Да. А свое отношение и какую-то роль в происходящем тогда и сейчас ты каким образом ощущал или формулировал? Про войну в Украине я чувствую, первый год, наверное, точно, я прям, ну, у меня было много-много чувства вины. И у меня было много ощущения того, что там вот не только то, что вот, а, там я сделал недостаточно, но и просто в целом, что типа вот это сейчас происходит, и это, ну, это я виноват. Вот я лично, я, ну, как бы, я к этому причастен, и я... Подожди, в том, что Россия напала на Украину, ты можешь ощущать вину, потому что ты россиянин. Да. А здесь какое ощущение? Я чувствую, что это меня касается, в смысле, моя, ну, бытовая жизнь как-то поменялась. Сейчас я хожу на работу и обратно, на работу и обратно. Я мало встречаюсь с людьми, многие мои знакомые уехали, много, ну, там, мои коллеги вот на службе. Иногда мне нужно бегать в убежище. Еще со мной много разговаривают про это, и я не чувствую своей вины во всем этом. Я не Хамас, и я не государство Израиля. Например, что вот я думаю, я, как гражданин Израиля, должен был сделать, чтобы там этого не произошло. Я думаю, что, ну, как бы это, скорее всего, произошло бы вне зависимости от того, что я сделал. Но там, я не знаю, я перед тем, как пойти на выборы, я там почитал про политику Израиля, я почитал про историю Израиля, я сделал какой-то осмысленный выбор, который там соответствует моим каким-то ценностям. Я, когда здесь вот были митинги по поводу реформы и по поводу вообще, ну, того, что вот происходит последний, там, год в Израиле в плане вот самого правого правительства за долгое время и так далее, я выходил на митинги каждую неделю. И я чувствовал себя выполнившим свой вот долг как гражданин, условно. Типа, мне кажется, я здесь живу, правительство Израиля влияет на мою жизнь, как бы там, я чувствовал себя израильтянином, не чувствовал, я здесь. Я, ну, как бы, я, я в любом случае от этого всего зависит. Несмотря на то, что у тебя есть паспорт, израильтянином ты себя не стал чувствовать? Я в какой-то момент хотел, сейчас перестал, если честно. Сейчас вот я недавно думал, условно, про что мне сложнее сказать иностранцу. Вот, допустим, если я буду где-то в другом месте, про что мне будет сложнее сказать, что я израильтянин или что я россиянин? Я думаю, что мне сложнее сказать, что я израильтянин. Я думаю, что когда я говорю, что я россиянин, я это чувствую. Я, если у нас начнется какой-то политический конфликт, я знаю, как про это, ну, разговаривать. Я чувствую, что я имею право про это разговаривать. А еще я думаю, что когда на меня смотрят, люди такие, о, он, ну, как бы, мы видим по твоему лицу, что ты не поддерживаешь Путина. И у меня есть как будто какой-то такой карт-бланш. Мне кажется, у него очень узкий. Он не широкий. То есть, как бы, если я подвинусь. То есть, я выпадаю вот так, да? Нет, вы как раз не выпадаете. Я прозвук скорее. Не могу на вас. Мне, например, интересно, что вы думаете по поводу его позиции того, что он здесь не чувствует себя израильтянином. Как у вас ощущения в связи с этим чувствуете ли вы себя израильтянками, и как на вас подействовало 7 октября. Итак, кто? Кто начнет? Давай ты. Почему я? Ты здесь делаешь, а? Хорошо. Ну, тогда, ну, как помню. Мое ощущение после 7 октября себя израильтянками, оно усилилось. Потому что мне кажется, что это очень похоже на какую-то инициацию. То есть, это на самом деле очень сильно отличается от всего, что было здесь последние 20-30 лет. Но, на мой взгляд, после 7 числа возможность для рефлексии, она как-то отпала, потому что, ну, даже очень левые люди вдруг стали немножко очень сильно правыми на какой-то момент. Может быть, потому что это все было очень страшно. И количество жертв для Израиля, оно нереальное. То есть, как бы, Израиль столько людей не терял с войны, судно, нет. Это очень много людей. И здесь все друг друга знают. Даже у меня, при том, что я живу здесь только 4 года, у меня нету там каких-то очень близких людей, которые пострадали на фестивале. Ну, возможно, это еще там возрастное, да, какое-то. Но у меня есть десятки знакомых, 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 которые оказались на фестивале, которые там спасали своих детей, которые... Кто ушел в армию, те, чьи дети ушли в армию, как бы, и кого-то даже похоронили. Ну, то есть, кого-то уже даже похоронили. Это все очень связывает тебя с местом сильно и быстро. Я хочу сказать, что даже для этого не нужно сдержить. Потому что, когда Наринская написала, что, типа, все мои сложные интеллигентские размышления, а о том, что концепция национальности устарела, он сейчас потерял актуальность, я еврейка. И я почувствовал ровно то самое. Хотя, в общем, я тут не находился ни седьмого, ни в какое-то другое время. Из-за того, что правительство довольно право, я очень широко обсуждал все вопросы, как бы, еврейства в последнее время там. То есть, что такое еврейство? Ну, а то, что по Аллахе? Это то, что по маме? Или это то, что вообще у тебя, если кто-то из родителей? И, как бы, и можно ли разрешать людям, которые не евреи, вообще по национальности принимать израильское гражданство? И как это должно выглядеть? Это все время муссируется. То есть, в последнее время это, как бы, очень часто обсуждалось, в том числе изменения вот закона возвращения. Я в какой-то момент сравняла себя. Я поняла, что люди, которые седьмого числа пришли в Израиль, они не делили людей по количеству крови в их жилах. Да, как бы, им было все равно. У тебя мама еврейка или папа еврей? Или ты, и кто ты вообще-то? Как бы, для них было важно, что ты израильтянка. И в этот момент у меня просто все мои вопросы спорные закончились. То есть, я поняла, что я все равно израильтянка, я все равно еврейка, даже если кому-то кажется, что это не так? Я недавно думал, у меня был мысленный эксперимент про то условное, если бы меня забрали гражданство. Если бы вот кто-то решил, там, я не знаю, в МВД Израиля или в МВД России, что, типа, о, а надо у Лэви Текадо забрать его гражданство, либо российское, либо израильское. Про что бы я больше расстроился? Я вот сидел и думал. И израильское гражданство более инструментально полезное, потому что, как бы, я не заперт в России. Во-первых, очень важный пункт, который мне бы не хотелось умылять. То есть, я бы сделал, наверное, что-то, если бы меня забрали гражданство Израиля. Я бы, там, не знаю, такой сказал, ух, почему? Давайте разберемся. Но меня бы это не... Я бы не чувствовал себя униженным. Я бы не чувствовал себя, что вот у меня отобрали часть меня. Мне кажется, если бы меня забрали гражданство России, я бы очень сильно расстроился. Типа, я бы чувствовал себя как раз... Для меня было бы это очень символично. Хотя я понимаю, что инструментально, как бы, мне не очень нужно гражданство России. Типа, я им не пользуюсь, я не живу в России. Да-да, понятно. Практически оно не такое удобное. Да. Спору нет. В какой-то момент мне хотелось больше адаптироваться. Мне кажется, что в целом это будет, ну, как сказать, типа, у меня особо выбора нет. Я должен как-то адаптироваться. Я, значит, не смогу здесь жить. Типа, Израиль меня, да, он принял, но не потому, почему он хотел. Израиль не принимает... Ну, типа, он не дает гражданство людям, которые не евреи. Типа, ты не можешь сюда приехать и жить здесь кучу лет и получить гражданство. Типа, причина, по которой вот супруги неевреев могут, ну, сделать ревью вместе с евреями, это чтобы эти евреи могли сюда приехать. Типа, это тоже какая-то инструментальная цель. Этот закон не был сделан для меня. Я влез туда. Я его... Я воспользовался. Ты заехал на своем муже. Это известно. Конечно. В общем, потому что это не запрещено и государство Израиль прекрасно знает, что он делает, когда некоторые из нас не будем показывать пальцами, хотя это была Аня. Заехали на мужа. И детей завезли. От другого брака. Ну, Израиль тоже не очень рад этому. Ну, в смысле, типа, я... Да нет, почему? Он счастлив этому, потому что это дети, которые станут гражданами, которые будут защищать эту страну. Конечно. Нет. Это неправда. Конечно, они будут вкладываться в ее экономику, они будут... И голосовать за партии, которые... Конечно, статистически единственный прирост населения в Израиле это религиозные семьи или арабские семьи. И это не те люди, на которые Израиль рассчитывает операцию, потому что это не налогоплательщики. Нет, разумеется. Грубо говоря, отводы по армии и обязаны в полную мере выплачивать налоги и не сидят на шее государства. То есть государству нужны налогоплательщики, которые бы не были при этом... Религиозными и мусульманами. Да, или мусульманами. Поэтому политика государства устроена таким образом. Я привожу, как не еврейская... Не еврейка, я привожу сюда двоих детей, которые, как сейчас показывает практика, очень хотят идти в армию, почему-то, мне самой страшно от этого. Учат иврит и очень хотят и видят, что они отличны здесь. Потому что для них здесь гораздо симпатичнее, чем в России, где они видели себе малый перспектив. И поэтому Израиль привлекает моего мужа еврея и с ним балласт в виде меня и двух детей. Ради детей. Которые будут в дальнейшем... Ну и ты тоже налогоплательщик. Да, я тоже налогоплательщик. Число нормально. Ну просто говорить про то, что здесь нет стигмы, про то, что вот приехали русские, которые половина не евреи... Это уже... Это не государственная стигма. Это тебя могут так стигматизировать на улице какие-то отдельные правые люди. Несколько раз за последний... Ладно, за последний год много раз пытаются, допустим, перекрыть, типа отменить закон о возвращении для третьего поколения. Конечно. Потому что правое правительство. До этого тоже такое было. Ну конечно. Это нормальная вообще система. В Германии есть куча партий. И некоторые из них не просто хотят... Там вот этого всего благолепия, как здесь нету. Там ты этот паспорт будешь зарабатывать 8 лет. Но даже эти правила по легализации иммигрантов... Правые все время хотят ужесточить, а левые все время хотят либерализовать. Обычный процесс. В той или иной степени это есть в любой нормальной стране. И чем она нормальнее, тем, в общем, туда сложнее попасть. Твоя позиция в том, что ты здесь не чувствуешь себя в полной мере своим, как я понимаю, потому что еврейская часть, потому что... Тебе кажется, что внутри родной культуры, внутри родной речи, внутри родных понятных вещей ты очень понятно говоришь про войну. Про то, что ты можешь говорить про войну с Украиной, но тебе сложно говорить про войну с Палестиной, потому что культурный контекст в этом случае... Ну, у тебя в России 23 года фора, 21 год фора. Но это же не одно и то же. Чувствовать себя внутри своим и чувствовать отталкивание общества — это то, на чем акцентирует внимание Карен, что в России общество тебя отталкило, а здесь тебе говорят «давай». Но просто то, что ты себя в этом не чувствуешь своим, и это очень понятно. Это как будто мало времени до этого прошло. Я не думаю, что я здесь чувствую, что мне говорят «здесь давай». Я думаю, что я во многом как раз таки чувствую, что я взломал систему, как и вот многие из нас. Я здесь оказался, потому что я согласен, что это экономически выгодно, я думаю, что я приношу много государству Израиль налогов. Просто я не чувствую, что меня здесь никто не сидел, не ждал, когда я не чувствую себя странно говорить про то, что я не чувствую себя израильтянином, потому что я не уверен, что кто-то ожидал, что я буду. Я думаю, что для меня это упирается напрямую в еврейство, потому что Алия не для… Ну, то есть если бы я не был связан с Юрой, если бы у нас не было вот этой бумажки о браке, типа я вот постоянно натыкаюсь на пары, которые не смогли пожениться. Как бы они приезжают, и Израиль тоже готов дать им какой-то легальный статус в течение вот 8-7 лет. А ну как бы, как сказать, ну вот я бы такую же жизнь жил, если бы я вот не влез в этот лобхолл. Ну ты в лес. Я в лес, но меня… Выходит, что дело не в том, что они тебя не ждали, и они тебя чувствуют как чужеродное тело. Дело в том, что ты себя чувствуешь чужеродным телом, что тебе они кажутся более чужими, чем… Да, нет, это точно. Я чувствую себя чужим. И после 7 сентября я поймала себя на мысли, что я испытываю, наверное, все те же чувства, которые испытывал человек, который находился в Европе в 1939 году. Ага. Потому что я сижу и думаю, а что мне сейчас делать? Мне сейчас хватать семью и ехать куда-то? Мне куда-то убежать? У нас сейчас здесь всех как бы окружат со всех сторон как бы и порешат. И как бы… Или нет. Или мы все-таки справимся и отобьемся. А какое решение правильное – остаться здесь, учитывая, что я не была здесь в армии, как бы и от меня как бы его единицы толку примерно ноль. И в какой-то момент ты понимаешь, что как бы мои чувства, они, в общем, наверное, соразмерно с теми чувствами, которые испытывали какие-то бабушки, когда доходили какие-то слухи, что там вот… А в Польше уже началось, а в Германии уже началось. Ты сидишь такой и думаешь, а что вот правильно сейчас? Бежать? И куда бежать? Или не бежать? Или вот как бы обойдет? Я же знаю. И в конце концов ты в какой-то момент приходишь к мысли, что ты, да, еврей, и что, да, для тебя сейчас Израиль – самое безопасное место. Особенно, когда начались как бы все эти про палестинские демонстрации, погромы и так далее. Для тебя важна твоя национальная идентичность? Для меня до того, как я приехал сюда, она была неважна. Я чувствовал, что я как-то вот человек мира, что-то вот такое. Я думаю, что это во многом про то, что… Я, во-первых, из смешанной семьи. Мой отец из Владикавказа. Меня не учили осетинскому языку. Я не знаю… Я очень мало знаю про культуру. На МОСЕ вам очень много рассказывают про Израиль. Много рассказывают про еврейский народ и про культуру еврейского народа. И как будто бы МОСА специально пытается как бы напомнить, вот, а вы все евреи, а вы вот все, вы части этого… Еврейство, оно разное. Вообще вот посмотрите. Ну, просто для меня это произвело такой эффект, что я такой… А я нет. А я нет. А это вообще не про меня. А как? А что про меня? А я вообще ничего не знаю. И я в какой-то момент поймал себя на то, что я сижу, и я смотрю документалку про дегорию в 5 часов утра. Это вот часть Осетии, откуда вот семья моего отца. Я в какой-то момент пытался найти самоучитель какой-нибудь по осетинскому. Я не мог найти. Потому что диалект, на котором говорит мой отец, например, и семья моего отца. Это не иронский осетинский, на котором там, не знаю, есть какая-то литература, есть там фильмы и так далее. Никто меня не может этому научить, кроме конкретных людей. А я не собираюсь ехать в Осетию. Мне осетинский язык не нужен. Я не буду ни с кем на нем говорить. Но при этом вот из-за того, что там Юра вот пытается иврит учить, я учу теперь иврит. Это как будто бы важно, потому что я здесь живу. Мне нужно это знать, ну, вот инструментально. Но глобально, когда я про это думаю, как бы это же не мое. Это никак не связано с моей историей. Это никак не связано с тем, что было до меня. Вот все эти люди до меня, которые как-то вот выстроились в такую цепочку, чтобы я вот один вот этот смешанный человечек решил уехать в Израиль. Ну, то есть они все говорили на одном каком-то языке, который я не знаю. И, скорее всего, никогда не буду знать. Меня это так расстраивало в тот момент. Я не знаю. Ну, это вот какое-то такое нерациональное чувство. Как будто что-то важное ты все-таки не получил от отца. Как будто бы... Что у него есть, а у тебя нет. Как будто бы все вот осетинское, что я мог получить от отца, я в итоге не получил. Я не чувствую себя на самом деле осетином. Русским как будто бы сложнее себя чувствовать. Потому что, ну, когда ты живешь в Москве, это какая-то такая привилегия титульной нации, что ты не чувствуешь себя русским. Ты не сидишь и думаешь такой, вау, какой я русский. Я только когда сюда переехал, я внезапно понял, насколько я вот россиянин. А для тебя из вышеперечисленного ЛГБТ, репатриант русскоязычный, что наиболее важно как твоя часть личности? Что тебя больше всего из этого характеризует? Конкретно сейчас, наверное, ЛГБТ, последние два года, наверное, репатриант в целом. Мне хочется сказать, типа, все. Мне кажется, что это все большие части моей идентичности. Но если надо, типа, сделать какой-то один-два-три, то, ну, наверное, ЛГБТ, репатриант русскоязычный. То есть то, что для израильтян обычно основа их личности во многом — это их еврейство, для тебя на первом месте твоя квирность. Да. Я... Квир-комьюнити — это некоторая национальность для тебя. Ну, наверное, я бы не сказал прям такую фразу, но да. Да. Я... Просто я думаю, что когда вот я приехал и вот начал касаться еврейства, еврейское сообщество для меня вот то, что там люди в диаспоре, там, допустим, я не знаю, вот ты приходишь на какую-то встречу, у вас есть какой-то общий опыт, даже если вы не знакомы, там, даже если ваши родственники не знакомы, вы просто вот у вас есть какой-то вот этот общий еврейский опыт. Мне это так напоминало мой какой-то опыт с ЛГБТ-сообществом. Я когда сюда приехал, я в первую очередь пошел в ЛГБТ-центр. Если я где-то еще, я иду в первую очередь в квирное место. Я думаю, что для меня это какая-то основная вещь, которая меня определяет. Нет ничего удивительного в таком случае, что твой отец плакал один раз, когда хранил отца, а в другой раз, когда узнал, что ты квир ровно, потому что действительно твоя квирность – это как бы разрыв с одной национальностью и уход в другую. даже не в еврейство, которого ты не принимаешь, а совсем во что-то чужое и непонятное. Наверное, это страшно. Если для тебя это как Марс, то ты, очевидно, с ребенком прощаешься навсегда. Мне кажется, что даже на Марсе же можно как-то… Допустим, мы сейчас живем в разных странах, мы с мамой, мне кажется, стали намного ближе. Мы очень часто созваниваемся, мы разговариваем про вещи, она очень рада, что я уехал. А чувствуешь ли ты, что мама тебя любит? Да, моя мама меня любит. Я знаю, что моя мама меня любит. У нее была… блин, это достаточно смешная штука. В детстве моя мама, типа, у нее два ребенка – я и мой брат. И она раньше говорила, что, типа, условно, я тебя так люблю, ты мой самый любимый мальчик на свете. Или ты моя самая любимая девочка на свете. И это вот было всегда… ну, как бы, она вот это говорила. И мне было, как бы, не надо уточнять, что, типа, а, у меня есть еще ребенок. А потом, как бы, я… ну, сколько там, мне в 13 лет или там в 12-14? Я сказал, что, типа, мама, пожалуйста, можешь не называть меня дочкой, можешь называть меня, пожалуйста, ребенок. Типа, мне было бы так комфортнее. И она какое-то время перестраивалась. Но самое страшное, что ей пришлось перестать говорить, моя самая любимая девочка на свете. И начать говорить, ты мой самый любимый ребенок на свете. И твой брат тоже. И это очень славно. Она до сих пор так делает, это какой-то внутренний мем. Я знаю, что, ну, брату она такое не говорит, но… не знаю. Все равно вот это вот… и твой брат тоже. Это очень забавно. Сейчас. Подположим, вот будет она стоять тут. Вот она сейчас упадет. Ну, вот что это. Ну, что. В целом, настроение праздничное. Дороги. Субтитры создавал DimaTorzok